Всем привет! С вами Роман, автор канала Злой Космос. За последние несколько дней по всей планете произошел резкий всплеск вулканической активности. Например, в Африке и Эфиопии произошло историческое извержение вулкана Халегуби, который связан с африканским суперплюмом. Это глубинная структура, поднимающаяся из нижней мантии Земли. Пепловое облако, а также выбросы углекислого газа и сернистых соединений после этого события распространились на тысячи километров и достигли Восточной Азии. Это было действительно крупное извержение, но, что важно, далеко не единственное за последнее время. Если внимательно посмотреть на временную последовательность событий, становится ясно, что извержение происходит сразу в нескольких регионах. Активность фиксируется на Камчатке в России, в Северной и Южной Америке, на Гавайях и в Индонезии. Вулкан Килауэ на Большом острове Гавайев продолжает извергаться. Активные вулканы Индонезии, а также продолжается извержение и на Камчатке. То есть мы наблюдаем не отдельные локальные события, а довольно широкую глобальную картину. Если идти по хронологии, все фактически начинается с вулканов на Камчатке. Они начали извергаться в конце июля-начало августа, вскоре после мега-землетрясения магнитудой 8,8 балла у побережья Камчатки. Это первый случай извержения за последние 600 лет, и активность там продолжается до сих пор. Затем последовало мощное извержение вулкана Семеру в Индонезии на острове Ява. Это произошло 19 ноября. Извержение сопровождалось пирокластическими потоками, сходами лохаров, а также падением крупных валунов по склонам вулкана. Далее вулкан Килауэ на Большом острове Гавайев. До 25 числа, менее чем за сутки, до момента записи этого видео, произошли более 40 извержений. Это продолжается с декабря 2024 года. Затем извержение вулкана по России в Колумбии. За несколько дней до этого активизировался вулкан в Мексике. Кроме того, землетрясения также происходят вблизи этих вулканических зон, включая, например, Японию. Интересно, что на фоне относительного затишья в глобальной сейсмической активности мы наблюдаем рост вулканической активности, и согласитесь, это довольно необычное сочетание. И главный вопрос, который сейчас задают многие, является ли все это просто начальной фазой разогрева перед более масштабными вулканическими событиями. Если обратиться к геологической летописи Земли, мы часто видим, что перед крупными извержениями, теми, которые способны вызвать вулканическую зиму, обычно наблюдается постепенное нарастание активности. Причем это касается не одного конкретного вулкана, а сразу нескольких, расположенных в разных регионах. Происходит своего рода кластеризация извержений по всей планете. Конечно, не стоит утверждать, что нас обязательно ждет крупное событие такого масштаба, но полностью исключать такую возможность тоже нельзя. В геологическом масштабе времени подобные события происходят довольно регулярно, примерно раз в 100 или 200 лет. Мы не сталкивались с ними уже достаточно давно. Возможно, то, что мы видим сейчас, это просто очередной импульс вулканической активности. А возможно, это начало более крупного процесса. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Самое мощное вулканическое извержение 21 века произошло в 2022 году. Это был вулкан в Тонго. И об этом есть отдельное видео. И нынешняя волна активности происходит после геомагнитной бури Солнца уровня G5, когда по всей планете фиксировались сильные магнитные колебания. Интересный факт, связанный с извержением Хали Губи. Незадолго до него на Солнце произошли четыре вспышки класса Х. Световое излучение от этих вспышек, произошедших на обращенной к Земле стороне Солнце, достигает освещенной стороны нашей планеты всего за 8 минут. Если посмотреть, на какую часть Земли приходилось это излучение, то во всех четырех случаях оно попадало именно на Африку. Да этот континент подгорает очень часто. Фактически это произошло менее чем за две недели до исторического извержения и могло сыграть роль в дополнительной энергетической подпитке африканского суперплюма. Сейчас в этом регионе мы видим мощный восходящий поток энергии из глубин Земли, вероятно из области границы ядра и мантии. Эта энергия поднимается через мантию и проявляется на поверхности в виде вулканической активности. Совпадение четырех мощных солнечных вспышек подряд в течение одной недели, за которыми последовала почти экстремальная геомагнитная буря уровня G5, выглядит крайне подозрительно. Ионизация ионосферы в таких условиях усиливает электрическое поле, увеличивает проводимость атмосферы и укрепляет глобальную электрическую цепь Земли. Одновременно усиливаются телурические и электрические токи, протекающие в земной коре. Здесь вступает в игру так называемый обратный пьезоэлектрический эффект. Если обычный пьезоэффект заключается в том, что механическое давление на кристаллическую структуру, например кварц, приводит к возникновению электрического заряда, то обратный эффект работает наоборот. Электрический ток вызывает механическую деформацию кристаллической решетки и рост напряжений. А вот в условиях магнетических камер, где температура и давление уже находятся на пределе, даже небольшое дополнительное воздействие может нарушить равновесие системы. Это может запустить цепную реакцию, которая в итоге приводит к извержению. Такое объяснение выглядит весьма правдоподобным и заслуживает серьезного дальнейшего изучения, поскольку связь между Солнцем, космической погодой и процессами внутри Земли, вероятно, значительно сильнее, чем принято считать. И заметьте, вскоре после этого произошло извержение вулкана в Мексике. В этот момент он активно выбрасывал пепел и газ. Сам по себе этот вулкан достаточно активен, но важно именно то, что его извержение совпало по времени с другими событиями. Это не произошло через две недели спокойствия. Все случилось в одном временном окне. Затем последовало извержение вулкана Поросе в Колумбии. Пепловое облако поднялось не очень высоко, примерно на 1-3 километра, но по масштабам выброса это было значительное событие. Съемка велась сервисной дороги геологической службы Колумбии, и хорошо видно, что вулкан за короткое время высвободил значительное количество энергии. За прошедший год эти эпизоды происходили с почти часовым механизмом. Магматическая камера регулярно наполняется и разряжается, что указывает на устойчивый приток энергии из гавайской горячей точки, одной из крупнейших на планете. Важно отметить, что землетрясение магнитудой 4,6 балла, произошедшее в Национальном парке вулканов, совпало по времени с окончанием этого эпизода извержения, что подчеркивает тесную связь между вулканизмом и сейсмической активностью. Высота лавовых фонтанов в этот раз была меньше, чем в предыдущие эпизоды, около 120 метров вместо 450 метров. Однако выброс лавы все равно был значительным. И это еще не все. В течение этого периода произошло также извержение вулкана Безымянный на Камчатке. Пепловый шлейф был настолько мощным, что его зафиксировали спутники. Хотя видеозапись с веб-камеры не отличается высоким качеством, на ней хорошо видно, как интенсивность выбросов нарастает, а вулкан выбрасывает пепел и газ в атмосферу. Это основные извержения, произошедшие за последнее время. Возможно, где-то были и другие, менее заметные события, но именно эти являются наиболее значимыми. Их синхронность выглядит примечательно, особенно если учитывать солнечную активность, зафиксированную за пару недель до этого. Сейчас крупные солнечные пятна находятся на обратной стороне Солнца, но в ближайшее время они вновь повернутся к Земле. Некоторые из них чрезвычайно активны. Один из таких регионов по размерам сопоставим с 15 планетами, как наша, если выстроить в линию. Именно эти области ранее стали источником почти экстремальной геомагнитной бури в начале ноября. В ближайшие дни возможно усиление солнечной активности, включая вспышки класса Х, которые и вызывают мгновенные ионизационные эффекты и радиопомехи на освещенной стороне Земли. Хотя воздействие светового излучения кратковременно, его геофизические последствия могут проявляться значительно дольше. Геомагнитные бури способны влиять на радиационные пояса Земли и структуру ионосферы в течение недель и даже месяцев. В итоге мы наблюдаем одновременную активизацию Солнца и рост вулканической активности на Земле. Исторические данные показывают, что такие периоды часто развиваются волнообразно. Хочется надеяться, что это не приведет к более серьезным последствиям, но готовность к природным рискам всегда остается разумной мерой, независимо от того, где вы живете. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на Boosty, если вы еще этого не сделали. Так вы сможете поддержать меня и мои проекты. Там много всего интересного, так что заглядывайте. Также там будут выкладываться все ролики. Не в ВКонтакте или Рутубе, а именно в Boosty вы сможете посмотреть выпуски без VPN и рекламы. Так что добро пожаловать, ссылки будут в описании. Что ж, а это был небольшой обзор текущей геофизической ситуации на нашей планете. Берегите себя и до встречи в следующем видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok